Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина совершил визит в Россию. Переговоры на высшем уровне состоялись в Москве. В центре внимания актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Узбекистан и Россия. Наши страны и народы связывают тысячи нитей. Слова дружба и единение исторических узб, пожалуй, наиболее точно характеризуют современное развитие взаимоотношений двух государств. Политическая воля президентов Шавката Мерзиёева и Владимира Путина обеспечила наполнение в последние годы отношений стратегического партнерства и союзничества новым конкретным содержанием. Результаты расширения такого взаимодействия эксперты уже характеризуют как прорывные. Смотрите, взаимные государственные визиты руководителей наших стран в апреле 2017 и октябре 2018 года достигнутые договоренности. Они придали мощное ускорение сотрудничеству во всех без исключения сферах. Торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной. Как итог, увеличиваются объемы товарооборота, расширяется кооперация предприятий, укрепляются прямые и действенные связи регионов, активизируется культурно-гуманитарный обмен. Даже в непростой период пандемии удалось нарастить взаимный товарооборот. И вот еще. В наших странах действует около трех тысяч совместных предприятий. Реализуются сотни новых проектов во всех сферах экономики. Главы государства уверены, незадействованных резервов еще немало. А встреча на высшем уровне – прекрасная платформа для определения новых точек роста партнерства. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с визитом в эту страну. В московском аэропорту Внуково-2 главу нашего государства встретили помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин и другие официальные лица. Итак, Кремль. Повестка дня происходящих событий в мире и регионе. Состояние перспективы двусторонних отношений. Руководителям стран было что обсудить. Уважаемый Шахат Миромонович, прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах. Мы с вами уже много раз говорили при первых ваших шагах в качестве президента, что работа предстоит вам большая и очень сложная. Но у вас всё получается, и вы уверенно двигаетесь вперёд, со стороны поднимаете, результат есть, люди это видят, чувствуют. Поэтому так и отреагировали на то, что вы сделали за последние годы. Результат говорит о том, что люди вам доверяют. Я искренне вас с этим поздравляю. Хочу вам пожелать успехов в следующем периоде вашего президентства. Уверен, что и наше сотрудничество между Россией и Узбекистаном, оно будет способствовать повышению роста возможностей Узбекистана, благосостоянию граждан страны. Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник. Мы так именно относимся к Узбекистану. Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое, исторически. И сегодня, на сегодняшний день, 18% всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Товарооборот растёт. Несмотря на пандемию в прошлом году, он вырос более чем на 15%. И это очень хороший показатель того, что даже в самые сложные времена мы взаимодействуем и взаимодействуем успешно. Хороший объём капиталовложений со стороны России свыше 10 миллиардов долларов. Есть интересные проекты, но и текущая работа и в региональном формате, и в общегосударственном идёт по всем направлениям. Это касается и экономики, это касается гуманитарных связей, это касается транспортной инфраструктуры. Здесь у нас просто очень большое поле для совместной работы. И, безусловно, нам есть о чём поговорить. Я очень рад вас видеть. Мы действительно давно не виделись. Добро пожаловать. Владимир Владимирович, во-первых, большое спасибо за поздравления. Я благодарен, что вы пригласили меня посетить Россию. И такой тёплый приём. Я хочу отметить, что за последние годы произошёл прорыв между нашими отношениями. Таких показателей никогда у нас не было. И товарооборот растёт. По итогам 9 месяцев он составляет уже 5 миллиардов. По итогам года он будет 7 миллиардов. Такой цифры у нас в наших отношениях ещё просто не было. Очень благодарен за поддержку наших взаимных договорённостей. Межправкомиссии во главе премьер-министров поддержали. Это даёт свои плоды. До визита очень серьёзная работа проведена. Три больших форума. Региональный форум прошёл, образовательный форум прошёл, медиафорум прошёл. У нас сегодня на проработке уже проектов на 14 миллиардов долларов. Это и по итогам форума межрегионального. Результат серьёзный. Встречаются регионы. Это даёт большой толчок. Образовательный форум. По итогам подписано более 35 соглашений. А за последние три года 11 новых филиалов вузов России открыты. Уже не 14, а 15. Университет Пирогово открылся недавно. Останавливается культурно-гуманитарное тоже развивается. И военно-техническое, транспортное. У нас очень хорошие взаимоотношения между парламентами. Такого тоже не было. Они очень серьёзно работают. Всё, что нами принимается, они стараются это выполнять. У нас интеграция идёт углублённая по всем направлениям. Сегодня уже те проекты, которые дают добавленную стоимость. Это серьёзные проекты, металлургии большие проекты. Они успешно идут. Сегодня, я думаю, у нас есть хорошая возможность обсудить эти вопросы межрегиональные, двухсторонние. И вопросы по безопасности, вопросы Афганистана. Я думаю, очень хороший повод, чтобы нам обсудить серьёзные вопросы на перспективу. На переговорах особое внимание было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Последние годы в этих сферах достигнут настоящий прорыв. Регулярно проводятся заседания совместной комиссии на уровне премьер-министров и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Наложено тесное взаимодействие между регионами. Только в этом году организовано более 50 взаимных визитов на высоком уровне. Сегодня объём накопленных российских инвестиций в экономике Узбекистана превышает 10 миллиардов долларов. И этот показатель продолжает динамично расти. Ведётся совместная подготовка и реализация перспективных проектов на 14 миллиардов долларов. Президенты отметили важность расширения инвестиционного сотрудничества с охватом практически всех отраслей экономики. Большую роль в этом сыграют результаты второго форума межрегионального сотрудничества, проведённого накануне визита президента Узбекистана. Его практическими итогами стали новые соглашения и контракты в сферах промышленности, энергетики, транспорта и фармацевтики, текстильной и пищевой промышленности. Шавкат Мерзиёев подчеркнул, что в отраслях экономики ещё есть огромный резерв для наращивания сотрудничества. В связи с этим обсуждены перспективы развития взаимодействия в приоритетных отраслях. Лидеры уделили внимание вопросам расширения культурно-гуманитарного сотрудничества. Отмечено, что в мае этого года в Бухаре проведена конференция ректоров. 16-17 ноября в Москве состоялся второй образовательный форум. Тесное сотрудничество налажено и в области здравоохранения. При поддержке российских партнёров в Узбекистане организовано производство вакцины «Спутник Ви». На завершающей стадии находятся работы по открытию филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Ташкенте. Президенты также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. Подчеркнута важность продолжения двухсторонних консультаций между внешнеполитическими и оборонными ведомствами наших стран. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане. Российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном важные шаги по содействию мирному процессу в Афганистане. Лидеры подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных структур. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В целом в рамках визита подписано 17 двухсторонних документов. Понимание и доверие на высшем уровне создает прочный фундамент для наращивания связи. Итоги визита главы нашего государства в Российскую Федерацию, а также событий, развернувшихся на его полях, вновь подчеркивают интерес двух сторон к прямому взаимодействию. Реализация договоренностей, совместных программ и проектов, несомненно, послужит развитию отношений и кооперации по десяткам направлений в интересах Узбекистана и России, в интересах народов.